А в нашей студии уже появился Николай Леонов, главный ветеринарный врач, эксперт нашей программы с прекрасным котом. А поговорим мы сегодня на тему клещи, как обезопасить своего домашнего питомца. Доброе утро, Николай. Доброе утро, Николай. Да, у нас становится тепло, и скоро совсем появится первая трава, а значит, что клещи – это актуальная проблема весны. Почему сегодня с котом, а не с собакой? Потому что, казалось бы, котам клещи не так страшны. Только на улице-то не бывают практически. Большинство. Большинство, да, но если мы говорим не о городских котах, а, например, о котах, которые поедут на дачу летом и весной, то они станут, наверное, самым главным механизмом контакта клеща и человека. Потому что как раз в наших условиях клещи, те, которые обитают, то расстояние атаки или высота атаки – это 20-30 сантиметров. Это как раз кот. И это как раз тонкая, мягкая кожа. Хорошие сосуды под кожей. Все, что нужно клещам, все, что нужно для хорошего питания. То есть коты хватают клещей или клещи хватают котов гораздо чаще, чем с собаками. Да, либо длинная шерсть, и это потом… Кот приходит домой, клещ отваливается и уже переходит на вас, на детей. И вот в этом большая опасность. Хотя заболевания, которые клещи передают, котам не… Страшны. Костам не страшны, действительно. Проблема заключается в собаках, потому что действительно есть заболевания, такие как пероплазмоз, который передается от клещей собакам. Мы в Красноярске и в Красноярском крае. Мы встречать его начали, хотя еще 2-3 года назад мы этого не видели. Это была более европейская проблема. Вот. Как, что делать, на самом деле? Прививки к людям – это вообще актуально для животных или нет? Прививок здесь не существует, хотя вакцина разработана, но она не актуальна, она не работает. Обрабатывать. Действительно, на сегодняшний момент есть хорошие эффективные средства. Они есть в виде капель. Да, это вот такие капли, которые действуют от 2 до 3 месяцев. Они есть с различным эффектом. Эффект, который противоклещевой, против накожных паразитов, таких как блох, это актуально летом. И в некоторых каплях даже есть эффект против комаров и гнуса, что как раз актуально для кошек, потому что их кусают, и кусают сильно, и очень много комары. Но на сегодняшний момент, если мы говорим о, например, о шейниках, которые тоже могут эффективны быть против клещей или блох, то здесь нужно выбирать ошейники, которые будут действовать долго. Носить их нужно правильно, так как контакт с кожей должен быть постоянный, и он не должен ни в коем случае болтаться на кошке или на собаке. Он тогда не будет действовать, не будет выделять препараты. То есть прям всё время нужно носить? Или вот мы поехали на дачу, надели, вернули, сняли? Нет, всё время, потому что... И даже когда он дома? Конечно, концентрация же, она должна находиться в коже и на шерсти долгое время, и для того, чтобы её добиться, нужно долговременное как раз ношение и контакт. Вот, если мы выбираем ошейники, обязательно выбираем ошейники не отпугивающие, а именно с инсектоакарицидным эффектом, которые будут не просто отпугивать, клещи ничего и блохи не боятся абсолютно, они ко всему привыкают. Мы должны чётко понимать, что мы одели это устройство, да, и оно должно убивать клеща. И вот сейчас мы как раз рекомендуем современные препараты, какие это препараты, таблетированные, вот они в руках у вас тоже есть. Вот эти, да, я так понимаю? Вот это капли, а вот это таблетки, да, там можно вытащить, кстати, и показать. Вот, они есть такие маленькие для мелких собак, и есть вот такие большие для крупных собак. Таблетка? Это таблетка. То есть они, в принципе, одноразового приёма. Да, она одна. И в зависимости от препарата, они здесь... И как надолго её хватит? На разный вес, да, то есть в зависимости от препарата есть... На года, на года. Нет, на года не хватит, есть от месяца до трёх месяцев, до 12 недель как раз мы... На лето как раз. Мы закрываем, да, сезон, а так как сезон у нас начинается где-то со середины апреля и заканчивается... Середина как раз октября. Да, середина октября, но он имеет перерыв. Где-то средина июня и до середины августа у нас всё абсолютно тихо по клещам, потому что в этот момент они в большей степени размножаются и созревают. Вторая волна у нас наступает в конце августа или в середине августа. Николай, ну коротенечко, давайте поговорим о том, что всё-таки для тех, кто не сталкивался с этой проблемой, что же нужно делать, бежать в ветклинику или пробовать самому вытащить клеща? Какое тут план действия? Да, по поводу того, как вытащить клеща, мы хорошо видим, как клещ присасывается, да, он образует муфту вокруг себя для того, чтобы хорошо и качественно присосаться и не отвалиться. Что же делать? Здесь поможет пинцет, обычный пинцет, обычный пинцет косметический. Мы должны взять в области шеи вот таким образом и... Ушёл. Да, да, чтобы не убежал. И покрутить немножечко насекомое, да, члестоногое, и при этом при всём потянуть вверх. И точно тогда мы сможем хорошо и аккуратно вытащить и не иметь никаких проблем. И ничего там не останется, никаких ниток, никаких верёвочек, и ничем смазывать сверху не нужно. Это ошибка. Это у людей же раскаляют пинцеты, мажут маслом. Ни в коем случае. Раскалённый пинцет, вы обрежете шею и останется голова, и потом будут проблемы. Ни в коем случае. Холодный обычный пинцет, ничем не смазываем. И выкручиваем. Покрутили, вытащили, потянули вверх, и всё будет аккуратно и хорошо, и никаких ран там не остаётся. Если остаётся обычный антисептик, зелёночка, нам поможет. То есть энцефалитные клещи, они на животных действуют так же, как и на людей? Нет. То есть есть смысл, если всё-таки ты достал клеща из твоего питомца, ну, там, в клинику его отвезти, проверить, сдать какие-то, может быть, анализы? Или нет в этом никакой необходимости? Здесь важно, если мы видим, что клещ присосался, потому что нахождение самого клеща на поверхности кожи может не принести никаких проблем. Именно передача происходит со слюной. Если он присосался, то обязательно за собакой некоторое время нужно понаблюдать. А иногда требуется сдать клинический анализ крови для того, чтобы понять, есть развитие заболевания или нет. Да, и очень важно клеща после того, как вы сняли, всё-таки уничтожить, потому что мы не знаем, энцефалитный он или нет, будет опасен он для человека или нет. Потому что они очень живучие, они могут убегать, их, не знаю, их нельзя утопить, их нужно уничтожить, либо погрузить в специальный раствор, потому что это опасно. Наш герой походил по студии и понял, что его быстренько могут поймать и приструнить. Спасибо за то, что сегодня к нам пришли, поговорили на тему клещей. Николай Леонов был у нас сегодня в гостях, главный ветеринарный врач, эксперт нашей программы. Продолжается прямой эфир и прямо сейчас немного полезной информации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!